Так, смотрите, мы продолжаем сейчас обсуждать всякие истории, связанные с производными. В прошлый раз мы пообсуждали еще один сюжет, связанный с тем, как производные находить. А сейчас обсудим еще один сюжет, связанный с применением производных и обсудим важное понятие выпуклости функций. Старшие производные... Смотрите, давайте рассмотрим две функции. Например, одна функция будет иметь вот такой график. А другая функция будет иметь вот такой график. Что можем сказать про эти функции? Ну, например, эти функции возрастают. И та, и та. Давайте я их как-нибудь назову. Вот пусть две функции называется f, а правая называется g. Значит, и та, и та функция, как видно, возрастает. Но при этом делают они это как-то по-разному. Видно, что вот этот график, он как бы так вот загибается вверх постоянно. А вот этот график, он наоборот загибается вниз. Что это значит с точки зрения, допустим, производности? Что это значит с точки зрения скорости роста? Значит, если посмотреть на вот этот график слева, график функции g, если я построю какие-нибудь касательные, например, вот в этой точке касательную построю, и вот в этой точке касательную построю, видно, что у нас вот эта касательная наклонена более горизонтально, чем вот эта касательная. То есть здесь рост есть, но он медленнее, чем вот здесь. И в целом, если двигаться слева направо, то видно, что скорость роста увеличивается. А здесь все наоборот. Здесь сначала рост был достаточно быстрый, а с течением времени он становится более медленным. И как раз вот это именно то, что мы видим, то, что проявляется в том факте, что у нас этот график загибается вверх, а этот график загибается вниз. Давайте прикинем, как будут выглядеть графики производных. Значит, во-первых, производные в том и в другом случае везде положительные. Но на левой картинке для функции f график производной будет выглядеть как-нибудь вот так. Не обязательно прямая линия, но что-то такое. возрастающее. На правом графике эта штука будет выглядеть как-то вот так. Мы сначала растем быстро, а потом медленно. Вот. Стало быть, мы видим, что содержательным является тот факт, что происходит с производной. Производная растет или производная убывает? А как проверить, производная растет или убывает? Ну, производная... Взять вторую производную. Взять вторую производную. Взять производную от производной. Значит, давайте я скажу, что вот это у меня был график. y равняется f' от x. А это у равняется g' от x. Соответственно, определение. Вторая производная. Функция f' это производная и ее производной. Значит, обозначается вот так. f с двумя штрихами от x. И это есть f' от x, который мы еще раз дифференцируем. И, как видно, вторая производная, мы можем что-то сказать про вторую производную, просто глядя на график исходной функции. Просто нам нужно понять, в какую сторону этот график загибается. Если он загибается вверх, значит, вторая производная положительна, если она, в принципе, существует. А если он загибается вниз, то, наоборот, отрицательна. Аналогично можно определять старшие производные, еще больше, чем вторая. Ну, понятно, можно дальше посчитать производную второй производной, получить третью производную. Давайте я, в общем случае, напишу, что у нас есть n-ая производная. Функция f. Это производная, ее n-1 производная. Значит, обычно обозначения такие. Есть третья производная, соответственно, производная второй производной. Четвертую производную обычно обозначают, иногда обозначают прямо вот четырьмя штрихами. Иногда обозначают вот так. Как бы использовать вместо штрихов римскую четверку. И, как правило, производные более старшие, чем четвертая, обозначаются просто вот так. Значит, сверху ставят n в скобках. Скобки показывают, что это не степень. И тогда становится понятно, что это именно производная. Вот. Надо сказать, что старшие производные, производные начинают с третьей, и так просто на графике не глядишь. То есть, по крайней мере, про вторую производную можно понять ее знак, глядя на то, в какую сторону загибается функция. Что-то понять, глядя на график, что-то понять про ее третью производную. Ну, в общем, так просто глазами практически невозможно. Вот. Но вторая производная в разных местах возникает довольно естественным образом. Ну, смотрите, значит, чего мы сейчас, чего я сейчас хотел обсудить. Да, я сейчас хотел еще обсудить некоторое применение второй производной для нахождения максимумов и минимумов. Это не то, чтобы был бы сильно полезный на практике факт. То есть, как правило, можно просто посмотреть, что происходит со знаком первой производной. Но иногда бывает полезно иметь какое-то аналитическое условие, которое можно проверить и ответить на вопрос, является ли точка перед нами точкой максимума или точкой минимума. Вторая производная. И экстремумы. Я напомню, что у нас было необходимо условие экстремума дифференцируемой функции для моферма. А именно, что если... Значит, если f дифференцируема, значит, определена в окрестности точки x0 и дифференцируема в этой точке, и у нее есть экстремум в этой точке, то ее производная равна цинулю. Но при этом это условие является необходимым. То есть, мы точно знаем, что если экстремум, то производная равна цинулю. Но нас, на самом деле, как правило, интересует обратный вопрос. Вот у нас есть точка, есть в ней экстремум или нет экстремум? И необходимые условия, это полезная вещь, она позволяет выделить среди всех точек области определения, выделить те, которые теоретически могут быть экстремумными, такие подозрительные на экстремум. Но оно не является достаточным. Может так оказаться, что функция производная равняется нулю, а экстремума там нет. Какой, кстати, пример? x куб. x куб, да. Значит, это необходимые условия, но недостаточно. Пример, f от x равняется x в кубе. Значит, у нее вот такой вот график у этой функции. В нуле производная нулевая. И при этом никакого экстремума в нуле нет. Ну, соответственно, как на практике обычно понимают, есть экстремум в какой-то точке или нет. Но всегда можно посмотреть на знаки первой производной. Давайте я такую картинку нарисую. Вот у меня есть функция. Например, если у нее есть точка максимума, то это означает, что в самой точке производная нулевая, но левее этой точки функция возрастает, а правее убывает. Это означает, что если функция имеет производную, не только в этой точке, но и в окрестности, то справедлива такая картинка. Значит, у нас что-то будет ось x. И про производную мы тогда знаем, что она ведет себя как-то так. Значит, она вот здесь должна быть отрицательной, а здесь она должна быть положительной. Нет, наоборот, я все нарисовал. Вот здесь она должна быть положительной, а здесь отрицательной. Значит, меняется с плюса на минус. И если я говорю теперь про вторую производную, значит, вторая производная, она должна быть положительной или отрицательной в нашей точке? Отрицательной? Должна быть отрицательной, да. Но для того, чтобы первая производная менялась бы с плюса на минус, она должна, ну, так, если, допустим, вторая производная, ну, если первая производная определена в какой-то окрестности, то тогда для того, чтобы она бы убывала бы, ну, или, по крайней мере, меняла бы знак, мне нужно, чтобы вторая производная в самой этой точке была бы отрицательной. Можно еще раз объяснить, почему отрицательная? Ну, смотрите, значит, мне нужно, чтобы первая производная меняла бы знак с плюса на минус. Да, то есть, что это означает? Ну, не так. Смотрите, значит, не факт, что вторая производная будет отрицательной. Важно вот, что если вторая производная отрицательна, тогда это точно точка максимума. Давайте я вот так напишу, смотрите. Если вторая производная отрицательна, то что это означает? Вторая производная – это производная первая производная. Давайте я скажу, что это происходит конкретно в точке X0. Тогда это означает, помните, у нас была теорема, потому что если производная какая-то функция отрицательна, то это означает, что слева от той точки, в которой мы живем, эта функция больше, у нее значение больше, чем в самой точке, а справа, наоборот, меньше. Это была такая теорема. Но ведь может получиться так, что они отрицательные, то есть она убывает, но там нет плюс и минус, там минус-минус, например. Сейчас, нет, сейчас, чтобы был минус-минус у нас, вот на этой картинке минус-минус. Да, то есть она убывает, но просто изначально она была отрицательной. Сейчас, но если она была отрицательной и она убывает, то она станет еще более отрицательной, и она не пройдет через ноль. То есть у нас условие такое, смотрите, полностью условие должно выглядеть так. Если, давайте я полностью напишу условие. Значит, если выполняются вот эти два условия, в точке x0 производная равна нулю, это уж точно требуется для того, чтобы он экстремен. И вторая производная в этой точке меньше нуля, тогда картинка с графиком первой производной выглядит так, как нарисована вот здесь. И тогда у самой функции точно есть максимум. Согласны с таким утверждением? Да. Значит, если здесь был ноль, то минус-минус точно не может быть, потому что если левее был минус, то правее будет еще больше минус. Формально мы просто исходим из того, что если вторая производная, то есть производная первая производная отрицательна, и в точке x0 ее значение равно нулю, то это означает, что левее точки x0 ее значение обязано быть больше, чем ее значение в точке x0, то есть больше нуля, а правее точки x0 ее значение должно быть меньше нуля. Вот логика такая. Мы используем ту теорему, которую мы раньше доказывали про локальное поведение функций, имеющих производство за одну знак. Ну и, соответственно, в обратную сторону, если у нас есть точка минимума, то есть, то, во-первых, мы знаем, что у нее производная обязательно имеет ноль, но если это, опять же, это необходимое условие, а достаточным условием является то, то, что производная меняет знак с минуса на плюс, или если определена вторая производная, тогда это означает, что вторая производная должна быть положительной. Значит, стрелочки расставлены вот так, вот как написано. Значит, если производная меняет знак, тогда у нас вот такая вот картинка, и, значит, функция имеет максимум. И наоборот, если производная меняет знак вот таким образом, то тогда это минимум. А, соответственно, если выполняется это условие на вторую производную в точке x0, то тогда вот такая картинка тоже гарантирована. Извините, мне вот не очень понятно. Вы же изначально сказали, что мы по картинке можем сказать про поведение второй производной. А тут стрелочки расставлены в обратном порядке. Ну, смотрите, значит, я здесь нарисовал картинки, но эти картинки все-таки в какой-то мере условные. Дело в том, что, например, может так оказаться, что, скажем, у функции есть точка максимума, у нее есть первая производная в этой точке, но, например, нет второй производной. Например, может так оказаться, что первая производная есть в самой точке, но нету в соседних. Вот такая вот штука может быть. И тогда, допустим, будет неправда, что производный меняет знак. Просто потому, что она будет определена только в этой точке, а в соседних точках определена вообще не будет. Такое теоретически тоже возможно. Можно придумать какие-нибудь довольно гадкие примеры на эту тему. Как правило, то, с чем мы реально сталкиваемся, это мы реально сталкиваемся вот с такими ситуациями. Но, в принципе, я могу придумать, наверное, какой-нибудь неприятный пример, в котором у функции будет точка максимума, но при этом вот такой картинки для производных не будет. И, допустим, может оказаться, что вторая производная вообще не определена в этой точке. Такое можно придумать. Ну, нам на самом деле... Ну, что мы делаем, как правило? Мы проверяем необходимые условия. Уж оно точно должно выполняться. Если функция дифференцируема в самой всей точке, то если у нее есть экстремум, то, значит, там первая производная должна обнуляться. Дальше мы смотрим, меняет первая производная знак или нет. Если она меняет знак вот таким образом, то значит точно точка максимума. Если она меняет знак вот таким образом, значит точка минимума. почти наверняка вы не встретитесь какой-нибудь с какой-нибудь с кем-нибудь очень странными примерами разве что только на итоговой контрольной работе значит но теоретически могло бы быть я не знаю могла быть какая-нибудь вот такая вот штука что у вас было показать что воспроизводная могла бы вести себя как-нибудь вот так все равно там было бы где-нибудь вот здесь вот была бы точка максимум можно такое построить но это скорее экзотика что нужно иметь ввиду это вот что что бывают точки максимума которые для которых например вот это условие не выполняется можете привести пример точки максимума для которой не выполняется вот такое условие минус модель x и там точка 0 они давайте считать что давайте считать что производные существуют понятно что если производные не существуют там никакие условия производные не выполняется вот если производные существуют но тем не менее например точка максимума есть а вот этой штуки нету а это именно точка максимума константы не подходит хорошая когда хороший пример константы до константа все производные нулевые и поэтому а из другой страны все точки является точкой максимума являются точку минимум мы всегда когда говорим максимум или минимум подразумевает не строгим максимум И действительно у константа вот это условие не выполняется. Но можно придумать что-нибудь не константное, но тоже, у чего вот это условие нарушается. Есть какие-нибудь примеры готовые? Возможно, минус x куб? Ну, почти. У минус x куб нету никакого экстремума. Давайте я напишу так. Если f' в точке x0 равняется 0 и f2' в точке x0 равняется 0, ничего не понятно. Ничего сказать нельзя. Ну, потому что, возможно, следующие варианты. Либо у нас есть что-нибудь типа x кубе. У x кубе вторая производная 0. Значит, x куб штрих равняется 3x квадрат. 3x квадрат штрих равняется 6x. Значит, в нуле обе производные обнуляются. Но никакого экстремума нету. А если я хочу сделать так, чтобы был? Минус 4x в кубе. Ой, короче, минус x в четвертый. Да, можно сделать вот такую вот штуку. Значит, такая функция, которая ведет себя почти как парабола, но степень там больше. Значит, x в четвертый. Да, только это я минус x в четвертый нарисовал. Минус x в четвертый. Значит, опять же, вторая производная обнуляется, но при этом здесь есть точка максимума. И точно так же можно изготовить функцию, которая есть точка минимума. Поэтому ничего сказать нельзя. Если у вас вторая производная нулевая. Ну, это значит, нельзя. Можно посчитать следующую производную, что-то про нее сказать. Но, в общем, такие вот штуки тоже бывают. Вот. Хорошо, есть ли еще вопросы про эту часть? Окей. Тогда мы приступаем к следующей части, которая как раз называется выпуклость. Можно еще один вопрос? То есть, если у нас соблюдается условие, что f' от x нулевого равен нулю, и f' от x нулевого меньше нуля, то это у нас 100% максимум. Да, 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 да. Вот в эту сторону стрелочки работает так, как написано. Хорошо. Значит, вот это достаточное условие, вот это достаточное условие экстремума, достаточное условие максимумов и минимумов. Все, спасибо. Вот. Смотрите, значит, что такое выпуклость функции? Ну, это попытка формализовать вот это условие, с которого мы начали. Что бывают функции, которые растут с ускорением или у которых график загибается вверх, а есть функции, которые растут наоборот с замедлением, у которых график загибается вниз. Кстати говоря, вот такого типа функции и вообще такого типа поведения, оно частенько встречается во всяких законах убывающей предельного чего-нибудь. Какая-нибудь убывающая предельная полезность, ну вот что она означает? Что если у вас по горизонтали отложено, допустим, количество печенек, которые у меня есть, а по вертикали это полезность этих печенек для меня, то в начале, когда у меня мало печенек, то каждый новый печенек мне дает какую-то полезность. Но если у меня уже много печенек, то добавочное печенек мне дает гораздо меньше добавочной полезности. И это проявляется ровно в том факте, что график загибается вот так. То есть как бы иметь тысячу одну печеньку лучше, чем иметь тысячу печенек, но эффект гораздо меньше, чем когда я сравниваю ситуацию, когда у меня есть ноль печенек, а одна печенек. Вот. Значит, вот это вот условие, что график загибается, ну мы его можем описывать в терминах производных, да, говорить, что производные убывают или возрастает, если она загибается вверх. Но оказывается, что можно придумать способ говорить про такого типа поведения функции, даже в том случае, если функция в каких-то точках не имеет производной. Или вообще во многих точках не имеет производной. И способ этот такой. Давайте еще раз посмотрим на эту картинку. Допустим, у меня есть функция, у которой график вот такой, сгибающийся. Ну давайте я даже... Не обязательно, чтобы она везде возрастала. Вот, допустим, вот такая вот картинка будет. Давайте я буду проводить всякие хорды на этом графике. То есть отрезки секущие, которые соединяют две точки на графике. Вот возьму две точки и проведу хорду. Заметим, что как бы я эту хорду не выбирал, у меня сам график будет лежать обязательно над этой хордой. То есть в той части, которая для тех значений х, которым соответствуют точки на хорде, точки на графике лежат выше, чем точки на хорду. И вот это такой способ формализовать понятие, что график функции загибается вниз. Или по-другому говорят, что функция выпуклая вверх. Значит, давайте я дам определение. Значит, пусть функция f определена... Давайте на интервале на каком-нибудь. Говорят, что f выпукла вверх. Если для любых двух точек графика... А и b на графике. Значит, ну вот, допустим, вот эта точка а, вот эта точка b. График лежит над соответствующей хордой. Мы отрезаем с концами а и b. Что означает над? Тут можно по-разному определять. Значит, можно определить нестрогую выпуклость. Это означает, что для любой точки этого отрезка соответствующая точка графика лежит, ну, так сказать, нестрого выше. То есть у нее вертикальная координата, y-ковая координата больше либо равна y-ковой координате самой этой точки. Я хотел не видеть, не лекция. Я не знаю. Я просто... Так, сейчас мы кого-нибудь отключим. Вот. Соответственно, бывает строгая и нестрогая выпуклость. Нестрогая выпуклость... Мы сейчас будем обсуждать в основном нестрогую выпуклость. Это ситуация, когда... Ну, вот, допустим... Вот такая функция считается нестрогой выпуклой. Потому что если мы берем хорду вот такую, то для нее условие явно выполняется. А если мы берем какую-нибудь вот такую хорду, то для нее тоже условие выполняется, но если понимать его в нестрогом смысле. Давайте я скажу, что здесь нестрого выпукло. График лежит нестрого над хордой. Значит, нестрого выпукло вверх. Ну, и аналогично определяется нестрого выпуклость вниз. Это означает, что картинка такая. Значит, график лежит под хордой. Вот. Понятно ли определение выпуклости? Заметьте, что это определение не требует производной. В частности, например, вот у модуля, видите, здесь есть точка излома, но она никак нам не мешает ничего говорить про выпуклость. Это не модуль, это минус модуль. Но неважно. Вот. Давайте я теперь попробую определить выпуклость, но только не словами и картинками, а определить все-таки формулу. Потому что нам это понадобится для того, чтобы доказывать какие-то утверждения. Давайте формализуем это понятие. Для этого мне понадобится сейчас рассмотреть такую геометрическую конструкцию. Вот, смотрите, пусть у меня есть две точки на плоскости. Есть точка х1, у1. Здесь есть точка х2, у2. Давайте мы сделаем такую вещь. Вот, возьмем такую точку х. Она будет зависеть от параметра t. И определяться она будет так. Значит, t у нас будет меняться от 0 до 1. Давайте пусть на отрезке от 0 до 1. А х от t – это такая штука. Это я х2 умножаю на t и прибавляю 1 минус t, умноженное на х1. Значит, я как бы беру средневзвешенное между точками х1 и х2. t – это вес точки х2, а 1 минус t – это вес точки х1. Что при этом происходит? Значит, я утверждаю, что при этом та точка, которая у меня получилась, она делит вот этот отрезок между х1 и х2 в отношении t к 1 минус t. У меня здесь возникает длина вот этого отрезка будет пропорциональна t, а длина вот этого отрезка пропорциональна 1 минус t. Можно вопрос? А разве не наоборот? А давайте проверим. Вот если t равняется 0, давайте посмотрим, что будет по этой форме. Если t равняется 0, то это чистая точка х1. И это как раз означает, что расстояние от х1 до нашей точки х от t будет нулевым. Поэтому вот здесь t, а вот здесь 1 минус t. Да, я поняла. Спасибо. Вот. Ну, то есть, не то чтобы поэтому, но это такой простой способ проверить. Правильно мы написали, так нужно написать или наоборот. Доказательство того, что она действительно делит этот отрезок в таком отношении, очень простое. Ну, давайте просто явно запишем, как выглядит точка, которая делит наш отрезок в таком отношении. Значит, вот нам нужно было бы, значит, действительно, если точка делит отрезок в таком отношении, значит, t к 1 минус t. Ну, что это означает? Это означает, что вот нам нужно к точке х1 прибавить, ну, прибавить вот этот вот отрезочек. Что это за отрезочек? Это нам нужно взять длину вот этого всего отрезочка большого и умножить на t. Поскольку t и 1 минус t в сумме дают единицу, то мы как раз получим то, что нам нужно. Значит, длина всего отрезочка – это х2 минус х1. И нам его нужно умножить на t. Ну, вот и получается. Дальше можно привести подобные слагаемые и посмотреть, что это получается ровно то, что у нас написано. Значит, вот у нас t на х2. Вот оно. Вот оно. И вот у нас х1, вот 1 минус t. Оно берется вот отсюда. И вот отсюда. Вот. Теперь смотрите. Давайте я задам такой вопрос. А вот что будет, если я... Теперь хочу взять отрезок между этими моими точками. И разделить его тоже в отношении t к 1 минус t. Ну, тут, на самом деле, нужно вспомнить немножко школьной геометрии. Смотрите, давайте я проведу вертикальную прямую. Вот такую. И проведу... И проведу... И проведу теперь горизонтальную прямую. Вот такую. У меня вот эта точка делит вот эту прямую, вот этот отрезок, в отношении t к 1 минус t. Значит, вот эта точка будет делить вот этот отрезок в том же отношении. Это почему так? По теореме Фалеса? По теореме Фалеса, да. Совершенно верно. Она родимая пригодилась. Вот у нас есть, значит, ну... Чего у нас здесь? Вот у нас есть две прямые, и у нас есть три параллельные прямые. Вот они. Значит, вот у нас... Поскольку они все перпендикулярны одной из этих прямых, то они все должны быть параллельны друг к другу. И дальше просто теореме Фалеса. А с другой стороны, теперь можно взять и провести три вот такие прямые. И тогда получается, что вот этот отрезок, вот этой прямой, тоже должен делиться в таком же отношении. Здесь тоже должно быть t1 минус t. Ну, это означает, что координаты вот этой точки должны быть... Обредляться такой же формулой. Значит, это y от t равняется t, y2 плюс 1 минус t на y1. Ну, то есть это и означает, что у нас координаты вот этой точки, которые делят наш отрезок в отношении t1 минус t, они определяются так, что я должен к каждой из координат вот этой вот этой точки применить вот такое вот действие. Вот эти вот координаты, это как раз будет x от t, y от t. Вот. И это, на самом деле, такая очень распространенная операция, когда мы берем две точки и с ними делаем вот такую вещь. Мы как бы берем одну точку, умножаем ее на 1 минус t и прибавляем другую точку, умноженную на t по координатам. Говорят, что это выпуклая комбинация двух точек. Как бы такое среднее взвешивание. На самом деле, можно брать выпуклую комбинацию не только двух точек, но и большее количество точек. Извините, а можете еще раз показать, где тут выпуклая комбинация? Ну, вот сама вот эта точка, которая определяется по вот этим формулам, у которой координаты определяются по вот этим формулам, называются выпуклой комбинацией вот этих двух точек. Это как бы среднее взвешенное для вот этих вот точек, где веса как раз зависят от вот этого t. Ну, например, если t равняется 1 второй, что мы за точку получим? Середину. Середину отрезка, да, совершенно верно. То есть это как бы мы взяли две точки с равными весами, получили середину отрезка. Вот. Извините, пожалуйста, напомните, зачем мы это делали? Да, зачем мы это делали? Это хороший вопрос. Сейчас как раз будет понятно, зачем мы это делали. На самом деле, мы это делали для того, чтобы уметь хорошо задавать точки, которые лежат на отрезке. Поскольку я сейчас определял выпуклость как некоторое свойство графика относительно некоторого отрезка, мне для того, чтобы его записать формально, мне нужно уметь задавать точки на этом отрезке. И сейчас мы этим воспользуемся. Значит, аналитическое определение выпуклости. Значит, это не какое-то новое определение, а это просто переформулировка того же самого, что я уже только что сказал. Значит, я говорил чисто графически, а теперь я хочу сказать то же самое, только на языке формы. Значит, вот у нас есть график функции y равняется f от x. И вот у меня есть две точки на этом графике. И я хочу сказать, что во всех точках этого графика эти точки, которые лежат, все вот эти точки графика лежат над соответствующей хордой. Как это сказать? Ну, давайте я скажу, что у меня есть здесь, здесь у меня есть x1 и x2. Соответствующие y-ковые координаты, поскольку сами вот эти точки лежат на графике, то соответствующие y-ковые координаты это f от x1 и f от x2. Теперь давайте смотреть. Пусть я взял какую-то точку, которая лежит на отрезке от x1 до x2. Ну, эта точка, это какая-то точка вида tx2 плюс 1 минус tx1. Для какого значения t? Теперь, как называется значит, вот эта вот моя точка x, как называется соответствующая ей точка на хорде? Как найти ее y-ковую координату? Ну, как мы там писали, получается t на fx2 плюс 1 минус t на f от x1. Да, совершенно верно. Значит, вот это вот значение y определяется таким образом. y равняется tf от x2 плюс 1 минус t f от x1. Согласны? Ну, потому что ровно я взял, использовал вот эту вот конструкцию. Теперь должно быть понятно, зачем нам нужно. И я знаю, что у меня y-ковые координаты вот этих вот точек, это как раз f от x1 и f от x2. Поэтому именно их я должен, именно от них я должен считать выпуклую комбинацию для того, чтобы найти вот эту вот y. И теперь как записываются условия выпуклости? Ну, получается, что у нас f от x должно быть больше либо меньше. Да, ну вот конкретно здесь. Давайте смотреть. У меня сейчас функция выпуклая вверх. Значит, что получается? Получается, что мне нужно, чтобы f от x, вот тот самый, который я, значит, вот от того x, который я написал, он должен быть больше либо равен, я не строго выпуклость пишу, чем вот тот y, который я написал. Значит, это условие выпуклости вверх. Ну, давайте, чтобы было как-то в одну строчку это записано. Аккуратная формулировка такая. Для всех точек x1 и x2, принадлежащих, ну, давайте нашему интервалу a, b, область определения функции, верно утверждение, что f от x, t, x2 плюс 1 минус t, x1 должно быть больше либо равно, чем t, f от x2 плюс 1 минус t, f от x1. А у нас точно не должно быть строгого здесь неравенства? Ну, я сказал, что я определяю не строгую выпуклость. Значит, вот то неравенство, которое сейчас написано, это не строгая выпуклость. А у нас, ну, например, наклонная просто не подходит под это неравенство? Подходит. А она выпукла? Она выпукла, да. Она не строго выпукла. Она не строго выпукла вверх, не строго выпукла вниз. Значит, t у нас меняется от нуля до единицы. Если бы я разрешил t меняться вне этого интервала, то тогда я могу получать точки здесь и здесь, а этого я не хочу. Я хочу получать точки конкретно на моем отрезке. Все точки на моем отрезке, они задаются вот в таком вот виде, где t меняется от нуля до единицы. Соответственно, если здесь неравенство, если здесь неравенство не строгое, то вот это не строгая выпуклость. Было бы строгим. Значит, если поставить вверх, то будет строгая. Значит, это у меня не строгая выпуклость вверх. Ну и, соответственно, выпуклость вниз – это все то же самое, только неравенство в обратную сторону. Значит, это выпуклость вниз. Значит, есть еще слова выпуклости вогнутость. Иногда говорят, что функция выпуклая или функция вогнутая. Я не могу запомнить, кто из них кто. И мне кажется, что не нужно говорить выпукло и вогнуто, а нужно говорить выпукло вверх и выпукло вниз, потому что это позволяет быстро вспомнить, в какую именно сторону выпуклость имеется в виду. Ну вот выпуклость вверх – понятно. Вот она действительно смотрит вверх. Более того, с выпуклостью вогнутостью было очень забавно, потому что с течением времени в какой-то момент определение этих понятий сменилось на противоположное. То, что называлось выпуклостью вверх, стало называться выпуклостью… то, что называлось выпуклостью, стало называться вогнутостью наоборот. Короче говоря, я использую эти термины выпуклость вверх, выпуклость вниз. и по этому поводу считаю, что именно так и правильно. А всякий раз, когда мне нужно понять, что имеется в виду, когда люди пишут просто выпуклость, я иду в Википедию и смотрю, что там написано на эту тему. Вот. Есть ли вопросы по этому поводу, по поводу определения? А вот у нас получается расстояние между х1 и х2 единицей или как? Расстояние между х1 и х2 – это любые точки. А почему тогда отношение t к 1-t будет работать? Ну, это именно отношение. Ну, вот как бы это означает, что длина вот этого отрезочка… А, да, я поняла. Это длина вот этого отрезочка, умноженная на t. А длина вот этого отрезочка – это длина… Видите, я здесь специально поставил вот такую вот тильдочку в знак того, что это не, собственно говоря, длина этих отрезков, а именно какие-то штуки, которые пропорциональны. Да, хорошо, спасибо. Давайте я тут тоже это поставлю, чтобы было понятно, что я не утверждаю, что длина этих отрезков равна такие. Вот, еще вопросы? Хорошо. Ну что, давайте я теперь сформулирую теорему, которая связывает две штуки. Она связывает понятие выпуклости, которое вот мы сейчас определили в таком беспроизводном ключе, в беспроизводных терминах, связывает их с производными. А именно теорема такая. Пусть f дифференцируемо на отрезке от a до b, на интервале от a до b, тогда следующие три условия эквивалентны. Первое. f выпукло, допустим, вниз. Второе. Производная f штрих. Значит, здесь у меня сейчас вся теорема будет про нестрогие штуки. Нестрого выпукло, вниз. f штрих нестрого возрастает. И третье условие. График функции лежит над любой касательной. Вот у меня три условия. Значит, я буду доказывать их таким образом. И я докажу, что из 1 следует 2, из 2 следует 3, а из 3 следует 1. Тогда эквивалентность всех этих трех условий будет доказана. Значит, первое. Из первого условия следует второго условия. Давайте нарисуем такую картинку. А какое там третье условие? Значит, третье условие такое. Давайте я вот сейчас проиллюстрирую. Значит, я утверждаю, что если функция выпукла вниз и дифференцируема, то тогда для любой точки, ну, из той области, в которой мы ее рассматриваем, если мы проведем касательную, то наш график будет лежать над этой касательной. Ну, вот видно, что это действительно происходит. Значит, давайте доказывать по очереди, давайте докажем, что из единицы следует 2. Значит, мне нужно нарисовать такую картинку. Значит, возьмем любые две точки x1 и x2. Значит, они из нашей области определения. x1 и x2 принадлежат нашему интервалу от ADB. И дальше что я утверждаю? Я утверждаю, что производная вот здесь должна быть меньше, чем производная вот здесь. Ну, давайте возьмем любую точку между этими двумя на графике. давайте возьмем здесь какую-то точку x от t и проведем две такие хорды. Вот такую хорду и вот такую хорду. Давайте я какие-нибудь буквы поставлю. Пусть у меня здесь есть буквы A, B. Это пусть будет C. Значит, C зависит от параметра T. Теперь смотрите. Во-первых, я утверждаю, что угловой коэффициент вот этой хорды AC меньше, чем угловой коэффициент вот этой хорды AB. Ну, почему это так? Потому что давайте просто проведем вертикальную прямую. Что такое угловой коэффициент? Это то, насколько сильно вырастает значение функции, когда мы сдвигаемся на какую-то величину вправо, на единицу вправо. Значит, если мы сравниваем вот эту хорду, линейную функцию, на которой она лежит, и вот эту хорду, понятно, что поскольку вот эта точка выше, чем график функции по условию выпуклости, значит, угловой коэффициент вот этой хорды должен быть больше, чем угловой коэффициент вот этой хорды. Давайте как-нибудь эти угловые коэффициенты обозначу. Пусть вот эта называется K. Значит, давайте я просто напишу, что вот эта штука – это график функции Y равняется KX плюс B. Тогда, если вот эта, это Y равняется K1 X плюс B, то тогда я утверждаю, что K1 не превосходит K. Согласны с этим утверждением? Ну, просто потому, что я подставлю X равное вот этому X от T и получу, что у меня, поскольку они должны проходить через одну и ту же точку вот здесь, значит, значение функции здесь должно быть меньше, чем значение вот этой функции. Ну, значит, здесь угловой коэффициент больше, чем вот здесь. Это мы просто взяли любую точку C на… Значит, на вот этой дуге. Да, значит, я взял любую точку X от T между X1 и X2. И дальше я смотрю назначение моей функции в этой точке. Получается, что точка на графике, вот она, она лежит под точкой на вот этой вот хорде, на хорде AB, потому что условия выпуклости, условия выпуклости вниз. Из условия выпуклости вниз следует, что угловой коэффициент вот этой вот хорды меньше, чем угловой коэффициент вот этой хорды. Согласны? Мы не должны сказать, ну, условно, чтобы строго сказать, что это K на X минус, не знаю, X от T плюс B, потому что, по идее, у нас B не равны. Ну, да, B действительно не равны. Можно, ну, B, конечно, не равны, но поскольку у нас, ну, хорошо, можно было бы, да, можно было бы написать, можно было бы, как бы... Ну, по идее, это не так важно, так как мы знаем, что в точке A оно все равно... Да, ну, давайте думать так, давайте думать про угловой коэффициент таким образом. Вот я смотрю на значение в точке X1, и я смотрю, насколько оно меняется, когда я смещаюсь по горизонтали в точку X от T. Тогда угловой коэффициент показывает... Угловой коэффициент – это отношение вот этой штуки к вот этой штуке. И у вот этой прямой этот угловой коэффициент – это отношение вот этой штуки к вот этой штуке. поскольку вот эта точка выше чем водой точка значит нам гарантировано что вот этот угловый акцент больше чем вот этот угловый акцент можно тогда не думать к чему там равняется конкретно вот это b главное что они проходят с какой-то фиксированной точкой хорошо согласны спасибо давайте я вот эту точку тоже как-нибудь обозначу потому что называется от t не превосходит z от t по условиям выпуклости вниз вот ну хорошо теперь смотрите вот если я хочу найти производную функции f в точке x1 что мне для этого нужно сделать мне для этого нужно выбирать всевозможные вот такие хорды вот такие секущие и приближать вот эту точку вот сюда приближать ее к x1 и тогда то значение к которому стремится угловой коэффициент этой секущей она как раз и будет значением соответствующей производной давайте я здесь скажу что на самом деле у меня к 1 тоже зависит от t да поскольку если меня вот этот это я меняю эту точку c и вот эта хорда меняется и угловой акцент у нее тоже меняется и я могу сказать вот что я могу сказать что предел при т стремящемся куда куда нулю к нулю к 1 от t это и есть мое значение функция значение производной f штрих в точке x1 согласны почему к нулю стремится ну смотрите когда ты стремится к нулю у меня но вот если x от t у меня так определяется как я выше определял это означает что вот эта вот часть пропорционально т значит когда ты стремится к нулю это означает что вот эта точка стремится к точке x1 давайте даже скажу что она стремится к нулю справа можете пожалуйста объяснить последнее то что вы написали я не понимаю смотрите смотрите вот у нас есть значит вот давайте посмотрим на вот эту вот часть графика значит вот у меня есть точка x1 как найти производная в точке x1 но мне нужно выбирать что такое производная это предел углового коэффициента вот этой вот этой секущей при x стремящемся к x1 значит углового коэффициент вот этой вот штуки это будет f от x давайте скажем что к это есть f от x минус f от x1 разделить на x минус x1 и f штрих в точке x1 это есть предел при x стремящемся к x1 вот этого самого выражения согласны с этим утверждения да все я поняла спасибо вот а теперь мы просто говорим что ну вот мы как-то параметризовали вот этот x у нас теперь ну вот здесь у нас x просто приближался к x1 а теперь мы говорим что у меня x просто контролируется вот этой переменной t и когда t устремляется к нулю поскольку у меня поскольку у меня вот эта точка x от t делит вот этот отрезок в соотношении t к 1 минус t когда t стремится к нулю вот этот x от t стремится к x1 ну значит вот эта точка приближается к точке а а вот эта хорда там прямая на которой лежит эта хорда она как раз будет стремиться к касательной значит углового коэффициент этой хорда он будет стремиться к угловому коэффициенту касательной то есть производной просто по определению да все понятно спасибо так теперь можно сделать предельный переход в неравенстве мы знаем что к 1 от t не превосходило вот этого к к вот это значит углового коэффициента вот этой вот хорда б ну значит и производная тоже будет не превосходить вот этого к вот что дальше нужно сделать да давайте еще один вопрос контрольный почему я здесь могу написать предел справа почему вот во всей этой конструкции меня у меня c обязательно находятся правее чем x1 почему я могу сказать что производная равняется действительно вот такой чтобы потому что t от 0 1 но это правда это то почему я вынужден так писать а почему я могу написать вот это равенство почему правда что это действительно производные когда мы определяем производное мы у нас нет никаких односторонних пределов на web сфор товар дфференцируем а значит предел там справева и отравила SG серcessor верно поскольку мы потребовали что функция была дифференцируема на всем интервале от А до Б, это означает, что во всех точках этот предел существует, а если он существует, то он автоматически равен любому своему одностороннему пределу. А где мы требовали дифференцируемость? А в самом начале. Пусть он дифференцируемый на А. А, понятно. Вот. Хорошо. Какое дальше должно быть действие? Что дальше нужно сделать? Ну, видимо, сделать все то же самое для второго куска. Да, и что там получается? То, что... Давайте мы вот эту вот хорду обозначим, скажем, что она есть К2Х плюс Б. Да. Ну, у нас должен быть предел при Т, стремящемся к единице слева. Да, это правда. К2Т. Да, а что вы знаете про К2? Как связано К2 с вот этим К? То есть как связано... Оно тоже меньше... А, нет, оно больше. Оно больше, да. Видите, вот эта К2, она на самом деле больше, потому что вот когда мы смотрим на эту картинку, она как бы с обратной стороны смотрит. Значит, можно сказать так, что угловой коэффициент – это то, насколько мы сдвинулись вниз, когда сдвинулись влево. Да, и тогда вот здесь вот мы сдвинулись вниз не сильно, а вот тут вот мы сдвинулись вниз сильно. Поэтому К2... К2 у нас всегда больше... К2 от Т больше либо равняется К. И предел при Т, стремящемся к единице слева, К2 от Т, равняется Ф' в точке Х2. И он, как мы видим, больше К. Больше либо равен К. Следовательно, Ф' в точке Х1 не превосходит К, не превосходит Ф' в точке Х2. И мы это доказали для любых точек Х1 и Х2, которые, ну, вот таким вот образом упорядочены. Давайте я сразу скажу, что у меня Х2 больше, чем Х1. Ну и все, и значит, производность действительно возрастает. А можете еще раз повторить, почему мы именно говорим, что предел к Т стремится к нулю слева и справа, точнее? Почему именно справа? Ну да. Смотрите, вся вот эта конструкция, она основана на том, что вот эта точка Х от Т лежит между точками Х1 и Х2. Иначе вот эти все наши рассуждения, например, про угловой пациент вот этой хорды, они перестают работать. Если бы у меня точка Х от Т ушла куда-нибудь сюда, то там... Ну, кстати, там тоже бы это сработало бы, но... Ну, в общем, короче говоря, мы сейчас рассматриваем Х от Т только лежащую на вот этом отрезке. Поэтому Т находится на интервале от нуля до единицы, и поэтому мы вынуждены устремлять ее к нулю справа. А то, что это действительно дает нам производную, связано с тем, что если эта производная существует, то тогда предел справа равен пределу слева, и нам достаточно посчитать любой из них. А у нас было условие, что производная существует, мы этого с самого начала потребовали. Получается, как? Мы говорим, что у нас производная существует на всем этом отрезке от А до В. На всем интервале, да. Вначале она типа маленькая, в конце большая, поскольку она везде существует. Вот мы говорим, что она непрерывная или как? Нет, ну, то есть она, конечно, непрерывная, если она везде существует, но… Это я, кстати, вру. Это я, кстати, вру. Нет, мы ничего не говорим. Нет, смотрите, x1 и x2 – это произвольные точки нашего интервала. У нас вот эта конструкция, значит, у нас точки А маленькая и Б маленькая, они вообще здесь не отмечены. x1 и x2 – это абы какие две точки. Мы нигде не пользовались тем, что это в конце интервала. Более того, в концах интервала мы ничего про дифференцированность не знаем. x1 и x2 где-то лежат на интервале. Про непрерывность производная я здесь ничего не говорю. Так, еще вопросы про это доказательство? Хорошо. Можно мне все-таки не очень понятно? Мы говорим для любых точек А и Б, это верно. Для любых точек X1 и x2. А и Б у нас фиксированы. А Б – это область определения моей функции. Область определения, и мы считаем, что на этой область определения она дифференцирована. А x1 и x2 – это две произвольные точки из этой области определения. Просто… А, все поняла. Поскольку мы для двух произвольных точек доказали вот это неравенство, то, ну, значит, вот в этом неравенстве К будет зависеть от выбора X1 и X2, на самом деле. Потому что К… Ну, потому что вот эта хорда АБ зависит от выбора точек X1 и X2. Но это неважно, потому что нам от этого неравенства нужно только то, что вот эта штука меньше либо равняется вот этой штуке. А если вот это неравенство, если неравенство F от X1 не превосходит… Ой. F' от X1 не превосходит F' от X2. Значит, мы таким образом доказали вот такую штуку. Для всех X1, X2 и XАБ выполняется вот это утверждение. А это и есть условия возрастания производства. Ни строгого. Так, еще вопросы про эту штуку. Спасибо. Хорошо. Давайте теперь докажем, что из 2 следует 3. А именно, что если производная возрастает, то график лежит над любой касательной. Давайте доказывать от противного. Значит, вот у меня есть мой график. Допустим, что это не так. Допустим, что нашлась какая-то касательная. Вот, допустим, у меня здесь есть точка X1. Я в этой точке X1 провел касательную. И так оказалось, что у меня есть какая-то точка моего графика, которая лежит под этой касательной. Ну, допустим, вот здесь где-то есть точка. Значит, вот это пусть будет точка X2. Пусть существуют такие X1 и X2. Такие, что точка X2, F от X2 лежит ниже касательной, проведенной в точке X1. Ну, давайте докажем, что такого не бывает. Ну, давайте сейчас для определенности будем считать, что X2 больше, чем X1. Другой случай рассматривается аналогично. Смотрите, значит, вот у меня есть точечка здесь. Она лежит под вот этой касательной. И эта точка принадлежит моему графику. Давайте я проведу вот такую секущую. Значит, рассмотрим вот такую секущую. Значит, пусть у меня вот эта точка A, вот эта точка B. Вопрос. Что мы знаем про эту секущую? Если мы знаем, что точка B лежит под касателем. Что наклон меньше, чем касательный. Да, ее угловой коэффициент меньше, чем угловой коэффициент касательный. То есть, производная в точке X1. Хорошо. И что из этого? Теперь у меня есть точка X1. У меня есть производная в этой точке. И есть вот такая какая-то секущая. А я хочу как-то пройти к противоречию с тем фактом, что производная возрастает. Значит, мне нужно сравнить вот эту производную еще с чем-то. Точнее, вот эту вот производную. Как бы у меня получить вторую точку для сравнения? Может быть, приблизить B к A? Взять предел? Нет, потому что я не контролирую B. У меня... Я рассуждаю от противного. И поэтому я сказал, что... Мое утверждение опровергнет наличие любой пары точек, для которых вот это вот верно. Поэтому про вот эти вот пары точек у меня есть только квантерсуществование. Я не контролирую X2. Тем не менее, есть способ как бы извлечь из этой картинки еще одну производную. Производную еще в одной точке. Какие вы знаете способы, как можно... Узнавать, что производная функция в какой-то точке чему-то равна. Можно по определению, но это не тот случай, потому что мы не контролируем X2. X1 не контролируем. Как еще? А еще у нас есть какая-то текущая, про которую мы знаем, что ее угловый акцент меньше, чем угловый акцент вот этой вот штуки. Ну что, скажите кто-нибудь? Не догадались? А можете еще раз объяснить, как бы, что мы должны понять? Ну, смотрите, вот что мы хотим. Мы хотим прийти к противоречию с тем утверждением, что производная возрастает. Мы знаем, что у нас есть какая-то производная вот здесь, в точке X1. Чтобы прийти к противоречию с тем, что производная возрастает, мне бы хотелось бы где-то вот здесь найти какую-то точку, у которой производная будет гарантированно меньше, чем вот здесь. По теории Мелагранжа, может быть? По теории Мелагранжа, совершенно верно. Смотрите, мы знаем, что по теории Мелагранжа существует такая точка C, лежащая на интервале от X1 до X2. Такая, что F' в точке C равняется угловому коэффициенту секущей АВ. Это в точности теория Мелагранжа. Она говорит, что если я возьму любые две точки на графике и проведу секущую, то между этими точками обязательно найдется такая точка, у которой производная равняется этому самому угловому коэффициенту. И, собственно говоря, все, потому что этот угловой коэффициент гарантированно меньше, чем F' от X1. То есть мы получили точку C, которая правее, чем X1, но при этом производная в ней меньше, чем в X1. Противоречие. Противоречие с возрастанием F'. Противоречие с возрастанием F'. То есть это что, угловой коэффициент меньше, чем F' от X1, это откуда? А вот это вот мы здесь написали, это потому что вот эта секущая, точнее вот эта вот хорда, вот эта вот точка B у этой хорды, она лежит под касательной. Поскольку эта точка лежит под вот этой точкой, то это означает, что угловой коэффициент, который измеряется как отношение вот этой вот штуки к вот этой штуке, он меньше, чем отношение вот этой штуки к вот этой штуке. И это означает, что угловой коэффициент этой секущей меньше, чем угловой коэффициент касательной, то есть меньше, чем производная. Получается, мы можем применять теорему Лагранжа, потому что мы знаем, что непрерывно функция данная в этом отрезке. Мы знаем, что x1 и x2 у нас выбраны из нашего интервала, мы сейчас только в нем и живем. А на всем этом интервале функция дифференцируема. А если она на всем этом интервале дифференцируема, значит, она на всем этом интервале непрерывна. Это означает, что если я возьму какие-то точки изнутри этого интервала, то это означает, что она на этом отрезке, на отрезке от x1 до x2, будет в том числе и непрерывна. Она будет во всех точках дифференцируема и во всех точках непрерывна. Значит, условия Терема Лагранжа выполняются. Ну, осталось доказать, что из второго условия следует третье, но это мы... Сейчас, наоборот, что из третьего условия следует первое, но это мы в следующий раз сделаем. Слушайте, у меня вот еще вопрос по вот этому случаю. Откуда мы вообще взяли в начале точка x2f от x2 лежит ниже касательной? Ну, смотрите, я доказываю такое утверждение, что если f' возрастает, то график лежит над любой касательной. А дальше я говорю от противного. Значит, это рассуждение от противного. А именно я говорю, что пусть это не так. Пусть неправда, что график лежит над любой касательной. Что это означает? Это означает, что найдется касательная и найдется точка на графике, которая лежит под этой касательной. Вот я эти точки обозначил, их x-овая координата я обозначил через x1 и x2. x1 – это та точка, в которой мы касательную проводим, а x2 – это та точка, которая лежит под касательной. Понятно. Вот здесь рассмотрен только случай, когда x2 правее, чем x1. Очень хорошее упражнение рассмотреть оставшиеся случаи, когда x2 нам было тревее, чем x1. Извините, а откуда вообще точка А1 появилась? У вас же на графике только точка А. Нету точки А1, это запятая. А, понятненько. Все, поняла. Все, понятненько. Все, понятненько. Все, понятненько. Все, понятненько. Все, понятненько. Все, понятненько. Продолжение следует...